Давай представим такую картину, что ты купил первую машину, и это ни капли, ни Хендай Солярис, ни Лада Веста. Она стоит чуть больше миллиона, и она отлично подходит для гонок. Ты приходишь на работу и говоришь коллегам, что купил гоночную тачку, ты хочешь поделиться с ними этой новостью. И на вопрос, что же ты купил, ты отвечаешь гордо, Рено Меган РС. Но вот только почему-то приставочка РС теряется в слове Меган, и поэтому воспринимается, как будто бы ты купил какую-то обычную машину. Следом задают вопросы, какой привод ты отвечаешь, передний. И почему-то у тебя рядная четверка под капотом с буквами, похожими на буквы мотора Рено Дастер. Удивительно. Но почему-то именно эти тачки заполонили сетку тайм-атак. И почему-то наш Меган РС весь в очень интересных наклейках. Давайте выясним почему. Чувствуется, что после 2,5 тысяч вот что-то там начинает подсвистывать, что мягко намекает, что дальше вот к 5 тысячам оборотов машина начинает ехать. По прямой машина едет, ну, не отличишь ее от не кап-версии. Те же 250 сил, те же 340 ньютон-метров крутящего передний привод. И, конечно, чтобы вытворять в потоке, эта машина, ну, для этого есть другие машины, более бюджетные, более идеологически правильные для наваливания в потоке. А здесь потенциал машины раскрывается в поворотах. Приближаясь к очередной связке поворотов, ввинчиваясь, первый адвокс, ты понимаешь, что вот эта блокировочка, вот этот вот ковш, все это вкупе. Вот, с хорошей подвеской, с хорошей резиной, с тремя восьмерками, да, которые тебя держат просто до талого. Ты понимаешь, для чего эта машина. И чувствуется, что она тебя провоцирует взять и поехать на DM-RA или на MR-V, да не важно, на какой-нибудь трек, чтобы там полностью раскрыть ее потенциал. И вот, поворот, поехали, 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 вот, давай, давай. Органы управления максимально информативны. Нулевая отметка на руле, рейс-монитор, тахометр, который тебе вот говорит о том, что вот, ну, не все здесь так просто. Он у нас разукрашен в желтый цвет. И по рейс-монитору ты видишь всю необходимую информацию, текущую мощность на текущих оборотах, температура двигателя, температуру на впуске. И здесь ты можешь вывести еще больше информации, и все это удобно переключать даже во время езды, в том числе и активной. Да, ближе к красной зоне ты чувствуешь вот эти вот 250 сил, которые внезапно приходят. Но при этом нет ощущения, что он и не заход, но машина вообще не едет. Ну, понятно, что турбо-яма, но все-таки твинг-скролл, и все-таки с 2500 оборотов она уже более-менее едет. Нет ощущения вот этой вот бешеной кривой момента и мощности, как на роторе, например, или как на высокофорсированных атмосферных моторах, что в низах тебе просто нечего делать. Нет, 2500 оборотов, вот у нас 3000 оборотов, мы открываем газ, и мы все равно едем. Хотя это всего лишь 2 литра. В салоне чувствуешь себя как дома. Ну, не из-за того, что здесь мягкий бабушкин диван, а из-за того, что здесь все максимально удобно тебе. Ты сидишь и чувствуешь, что все здесь для водителя сделано. И нажимая на педаль газа... Заскручивая мотор к 5500-6000 оборотов, ты понимаешь, почему Megane так любит. Ведь он чертовски быстрый. Рено-Меган Рескап. Под капотом данного монстрика спрятана двухлитровая турбовая рядная четверка мощностью 250 лошадиных сил и 340 ньютон метров крутящего момента. Конструкторы Renault Sport, как всегда, отличились и прикрутили в, казалось бы, обычный Макферсон поворотные кулаки, которые позволяют нам избежать силового доруливания. Вкупе с блокировкой данная подвеска позволяет Megane RS винчиваться в любые повороты, за это его особенно полюбили в кольце. Передавать момент с 250-сильного мотора на передний привод нам позволяет шестиступенчатая коробка передач, настроенная исключительно для мотора F4 и RT. Вот обычной модификации Megane RS кап отличается блокировкой и ковшами Ricara. Помимо этого у нас здесь установлен рейс-монитор, который отображает все необходимые параметры в процессе езды. Но посмотрите на эти ковши Ricara, они прекрасны. Боковая поддержка позволяет не только особенно ювелирно выходить из машины, но и придерживает вас в поворотах так, как будто бы пытается вас просто обнять и никуда не отпускать. Кроме того, если сравнить с не-коп-версией у нас для заднего ряда, да, здесь есть задний ряд, и для него здесь больше места, чем в не-коп-версии, потому что кафе Ricara не только легче, чем обычные сидения, но и танцы, ужин, что позволяет еще больше освободить место в салоне. Салон выполнен в лучших традициях французского автопрома. Здесь ничего лишнего, но множество желтых элементов и надпись Renault Sport намекают нам о том, что машины связаны с гонками, а именно с гоночной командой Формулы 1 Renault. Ныне Alpine, но, скорее всего, через год будет Renault, основного, ну, да будет бы лучше. По наклейкам можно понять, что автомобиль не так уж и прост, и индивидуальность владельца так или иначе проявляется через его внешний вид. На обзор данный автомобиль нам предоставил наш хороший друг Рома. Ром, привет. Привет, Ром. Дорога, тезка. Как дела? Отлично, как сам? Хорошо. Обзор на Меган снимаем на твой. Расскажи, сколько им владеешь? Почему именно его купил? Да вот владею не так много, на самом деле, всего лишь года полтора. Да, искал что-нибудь классное, заводное, чтобы прям вот управлялось как карт, как спортивные машины все. Как в куст вернуться хотел туда и поехал, так или иначе. Вот, и хотелось безопасности. В то время я был помешан на безопасности. И я подумал, что так, там, если что-то вдруг со мной произойдет, если что-то вдруг я ошибусь, чтобы у меня было право на ошибку. Вот, поэтому я выбирал что-то из более-менее нового. И также было очень важно, я хотел машиной пользоваться. То есть прям выезжать, использовать все возможности. И, конечно же, опять же, учитывая, что вы помешаны на безопасности, я думал о том, что в городе мы просто спокойно едем, а вот на Торейке есть возможность высвободить всю энергию и свою, и машины. Ну что, покатались на Мегане? Ощутили мощь французского автофрома? По ощущениям тачка, конечно, интересная. Она не просто городская. Неспроста здесь наклейки. РХХЦ, ТРС наклеены. Она действительно в поворотах раскрывает свой бешеный потенциал. Ну и поэтому эти тачки так любят в кольце. Балкировочка, хорошая резина, хорошие стойки. Настроенный мотор, чип. И эта тачка едет на призовые места любительских соревнований и, в принципе, в кольце. Да, у нас здесь нету какого-то там сверхупендрежного салона. Чувствуется, что все-таки, ну это... Это французский салон. Но здесь все практично настроено на то, чтобы побеждать. Ну что, нас двое в машине. К Мегану я еще до конца не привык. Попробуем 0-100 замерить. Поедет он у нас 6-1-1 заверенный. Опасно. Ну, 6-3, кстати. У нас двое в машине. Я переключаюсь как новичок. Но, тем не менее, вот, 6-3. С первого раза выдали. Квотер-21. Ну, конечно же, мы ее не в топ потопили. Квотер-эта машина точно должна из... Ближе к 14, наверное, ехать. Сейчас замерим. Ну, вот, вторая попытка. 6,2 у нас получается до 100. 14,84 квотера. Но это, конечно, не результат. Конечно, к переключениям надо привыкать. И коробку я все-таки сейчас не рву. Я буду максимально аккуратно. Но, тем не менее, 6,2. Очень хорошо. И хотелось максимально заниматься управлением машиной, чем копанием внутри. И я искал надежность. И, в общем, все сошлось. На Мегане. Так вышло. Ну, в плане надежности, да, понятно тогда, почему не ГТ-шку выбрал, а именно Меган. Круто. Какие еще были варианты? Была, как вариант, вот как раз ГТ-шка. Но, да, стук в четвертом цилиндре не позволил. Был вариант Fiat. Но, по-моему, у них то ли их сложно было найти на рынке в целом, который Fiat Spider. То ли они стоили сильно дороже. В общем, какие-то проблемы были тоже самое с MX-5. Но там еще, по-моему, были проблемки побольше, чем с Меганом с запчастями, с ресурсами. Ну и в целом, там машина была уже не новая, а новые Miata стоили уже чуть выше ожиданий. Еще Corsa по PC, но это Opel, вот, и там много есть нюансов, поэтому я... Есть еще сказано. Ну, в общем, да. Не в обиду по PC-шникам. Будет бугур. Да. И по чем он нашелся тебе? Он мне пошелся примерно в миллион рублей. Ну, за два года рынок на них подрос. Сейчас за миллион с копейками уже ушатанные варианты. Сложно найти в хорошем состоянии Меган РС. Так что, грамотное вложение. Ром, ты сказал, что эксплуатируешь машины каждый день и на треке. Преимущественно в процентном соотношении, где она у тебя больше используется, трек или каждый день? Словно сказать. Скорее, больше, наверное, как на трек, потому что на каждый день я не так много куда-то езжу. Это или короткие поездки по городу, но в основном для этого использую каршеринг, или велосипед, или доску. То есть, несмотря на то, что тачка разрывает кольцо, она позволяет на ней ездить каждый день в городе. Вполне практично, да? Да, точно. Я у меня даже попутешествовал чуть-чуть в Россию. Ну, как бы, сконял нижнего доказаний, насколько это можно назвать путешествием. Но, так или иначе, много впечатлений от путешествия на спортивной машине. И не делайте так. Сколько в общей сложности проехал уже на Мегане? Вроде бы, примерно, из воспоминаний. Это что-то порядка, наверное, 20 тысяч. И поэтому, это дальники нижнего доказаний. Это сессии тайм-атака. И, получается, разные варианты эксплуатации были. И были ли какие-то поломки вот за последние годы? Да, были. Я влетел в лужу, в большую лужу, и у меня посрывало обвесы. Я узнал, насколько много это все, оказывается, стоит. Особенно сейчас. Сейчас еще и взлетели цены с поставками проблемы и прочее-прочее. Вот. И поэтому я теперь коплю на обвесы, которые мне ответили. 2022 год копим на обвесы. Но по технике обвес, ну, понятно, обидно, конечно. Но все-таки это что-то навесное. А вот по подвеске, по мотору были ли какие-то проблемы с ресурсной частью автомобиля, с технической? По подвеске скорее нет. С подвеской все в порядке, но тут стоят колы. Тут стоят колы и BBC. Предыдущий еще владелец их поставил почти что перед продажей. Вот. И вот уже, наверное, полтора или, скорее всего, с ним вместе два. Кода они живут и, в общем, никаких нареканий. Я делаю только обслуживание к сезону, в конце сезона. Вот. И каких-то больших проблем пока что не было. Единственное, что сейчас начались небольшие проблемы с турбиной. Но на таком сроке, учитывая, что она с завода, ничего с ним не делалось, уже, наверное, обслужить ее пора. Слушай, круто. 20 тысяч километров не просто обслуживание. По-моему, ресурс у Megane очень хорош. А сейчас текущий пробег какой? На каком пробеге с турбиной началось? Текущий пробег 170. Ого. Да, точно. Если ваг для того, чтобы ездить по прямой, то Renault Sport это повороты. В первую очередь. И, конечно, чтобы освободить всю ярость, охота выехать на трек, чтобы это было безопасно, чтобы максимально быстро. И охота посатизироваться с другими. Конечно же, обзоры на такие автомобили получаются интересными благодаря владельцам этих автомобилей. Ром, какие у тебя дальнейшие планы по Megane? Мои планы в первую очередь входят наслаждаться этой машиной, выезжать на трек, совершенствоваться на треке, преисполниться в прохождении поворотов и прочего. Ну и, конечно же, не забывать обслуживать вовремя, дорабатывать, возможно, пока не буду, потому что тот вариант меня пока устраивает. Да, у него еще есть потенциал, куда расти и реализовывать его на этой мощности. Слушай, круто, Ром. Увидимся на дорогах по традиции. Спасибо. Спасибо тебе. Рабочий поселок продолжает путешествовать по России. Сегодня мы в Москве. Все, кто знает, что будет завтра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно указывайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также подписывайтесь на группу ВКонтакте и на наш Телеграм-канал, в котором будет выходить эксклюзивный контент. До новых встреч, дорогие друзья, на дорогах рабочего поселка.